В комитете Законодательной палаты Али Маджлиса состоялся круглый стол, посвященный изучению проводимых работ по подготовке законопроекта о государственном финансовом контроле. Вместе с парламентариями к документу обсудили представители различных министерств и ведомств, а также ученые и эксперты. Темы продолжит Лилия Боратова. На мероприятии подчеркивалось, что в результате осуществляемых изменений и вводимых новшеств в сфере экономики за короткое время проделаны немало работы, в том числе критически проанализированы имеющиеся пробелы в данной сфере и подходы в целом. В частности, депутаты отметили о необходимости усиления подготовки и принятия законопроекта о государственном финансовом контроле. Он направлен на обеспечение исполнения ряда положений постановлений президента Республики Узбекистан. Информировалось, что отношения данной сферы сегодня упорядочены главой 26 Государственный финансовый контроль Бюджетного кодекса Республики Узбекистан и другими законодательными актами, в которых определены виды, методы, формы, объекты, принципы и стандарты государственного финансового контроля, а также периодичности, срока и основания проведения государственного финансового контроля. Участниками круглого стола также предложено внедрение системы внутреннего аудита и услуги данного контроля и сертификации их сотрудников в профилактике нарушения положения дисциплины бюджета и сметы штата, обеспечение единого подхода классификации в нарушении закона, выявленной в процессе реализации государственного финансового контроля. Также прозвучало и мнение, что необходимо изучить законодательство и опыт других стран, к примеру, таких как Российская Федерация, Беларусь и Казахстан. Как было озвучено на заседании, принятие настоящего закона проекта создаст возможность усовершенствования системы подготовки квалифицированных кадров в данной сфере, являясь единой базой данных по правовому урегулированию самостоятельной сферы государственного финансового контроля, которая имеет важность в обеспечении целевого и эффективного использования государственного бюджета и других финансовых средств. По итогам обсуждения разработано соответствующее решение комитета по вопросам повестки дня.